Я прохожу несколько километров в день и до сих пор чувствую себя довольно хорошо, энергично. Это Валерия Чечина, одна из 89 сотрудниц пограничной полиции, которая вскоре станет мамой. Женщине 22 года, и она работает на контрольно-пропускном пункте Костешт. Валерия говорит, что работа даёт ей энергию, чтобы было легче пережить этот период. Тем более, что её муж находится рядом, он её коллега. Это своего рода дружба, коллегиальности, дома мы муж и жена, а вот служба – это другое, это другая сторона нашей жизни. Конечно, я поддерживаю её. Она моя жена. Если я не буду поддерживать, то кто поддержит? Те, кто знают Валерию, уверены, что беременность – не повод оставаться женщине дома. Это хороший пример для женщины. Несмотря на беременность, она остаётся на службе до последней минуты. Мы не считаем женщин особенными. Каждый должен делать свою работу. В этом же пункте пропуска мы познакомились с ещё одной беременной сотрудницей. В прошлом году Михаила Моросак также вышла замуж за пограничника, и скоро они станут родителями. Женщина приезжает на работу из Румынии, так как живёт с мужем в Баташанах. Он очень горд, что мы коллеги. Я переехала в Баташан, и мы там живём. Ежу каждый день, и это очень хорошо. Я чувствую себя отлично, мы здоровы. И в пункте пересечения Криво-Мамелига также есть сотрудницы в положении. Здесь Елена Барбуца чувствует себя звездой. Женщина работает пограничником уже пять лет, и несмотря на беременность, энергию у неё хоть отбавляй. Все женщины, которых я встретила, постоянно в движении, больше работают. Не знаю, но сидеть дома скучно. А с Диной Чёрной, также находящейся в положении, мы познакомились на КПП Ларга. Женщина заметила, что отношения тех, кто пересекает границу, меняются, когда она появляется перед ними. Пассажиры больше радуются, когда женщина проверяет их документы. Отношения меняются, они больше заботятся обо мне. Хотя женщины и мужчины в пограничной полиции работают на равных, когда дело касается беременных женщин, начальство становится более снисходительным. Просто я обращаю внимание начальника смены на то, что он должен быть более внимательным и, возможно, облегчать задачу беременным не так, как остальным. Совсем недавно в погранполиции стартовал проект, чтобы побудить женщин проявлять активность во время беременности. В этом учреждении работает более 800 женщин.